вы смотрите отзыв об отеле моцарт этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Васильев Вадим, который был в нем в 2012 году. Летали в Рим на 8 марта прямым рейсом из Петербурга на ДТК «Россия». Когда вышли из дверей аэропорта Фьюничена, к нам сразу подскочил неофициальный таксист и предложил свои услуги, я спросил, что у него за тачка, он сказал, что «Мерседес Вита». Я осведомлен, что из аэропорта фиксированный прайс 40 евро, а этот таксист запросил 45, но мы согласились, так как на микроавтобусе ехать очень комфортно, места много, можно спокойно вытянуть ноги, что особенно актуально после перелета. Взяли, кстати, у этого таксера визитку, он нас потом и в аэропорт обратно отвез. Ну и завершая сказ про такси, хочу сказать, что подвозят только на угол Виадель Корса и Виадель Гречте к дверям отеля не подъехать, но ничего 10 метров можно и пройти. Кстати, не всегда таксист может подъехать со стороны Корса, она становится пешеходной в выходные, так что, возможно, придется тащиться 100 метров с чемоданами в другую сторону до Виа Бабуина. Вид на вход в отель. Вид от входа в отель на Виа Дель Корса. Расположение прекрасное, посередине Виа Дель Корса, в одну сторону пойдешь площадь Испании, площадь Венеции найдешь, в другую сторону пойдешь в пьякце Дель Пополо, укрешься. Бронировали на бутинге улучшенный двухместный номер, там была неправильная фотка, типа улучшенной с террасой. Нет, с террасой только делюкс, а улучшенные от стандарта отличаются только большим размером номера. Сначала даже возмутились, мол, дескать, не кидаловали, но потом, когда сотрудник отеля провел нас и показал стандартный номер, все вопросы сразу отпали. Так что, коллеги-путешественники, рекомендуем искупиться и брать номер уровнем выше стандартного. В номере есть ТВ, по которым укажет первый канал, чайник, но отсутствуют халаты и тапочки, что не гоже для заявленной четырехзвездности. В марте жары времени нет, пол холодный и без тапок очень неуютно, даже купили в магазе и в себе. Зато летом, когда пекло, пол, видимо, должен дарить прохладу. Был заявлен бесплатный Wi-Fi, который работал из рук вон плохо, то есть. Сеть была, шкала сигнала полная, но вот пакетики не летят. На рации экшн посетовали, что их АДСЛ канал глючит. Учтите это тем, кому интернет со своего ноута или гаджета критичен. Причем внизу на стационарном компе было все окей. Разные интернет-каналы что ли. Сантехника работала без нареканий, уборка качественная и проходит незаметно. Завтрак нормальный, есть все необходимое, кроме омлета, вместо него просто вареные яйца. Окна нашего номера выходили почти что в глухую стену. Так что ставни можно было даже и не открывать. Про времяпрепровождение в вечном городе можно особо не стараться писать. В Риме были не первый раз, вродили с офишевским путеводителем, тестировали римскую кухню, высматривали городские артефакты. Кстати, недалеко от входа в отель цветочница продавала мимозы, то ли в Италии это такой же символ праздника Клары Цеткин, то ли просто дань древнеримской эпохи, когда мужчины одаривали в первые дни весны своих женщин веточками акации серебристой. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Продолжение следует...